Приветствую зрителей и подписчиков канала V-Online! Вы смотрите канал не просто так, у нас часто встречаются достойные велосипеды, которые не стыдно вам показать. И сейчас, до слов этого искушенного молодого человека, он дословно сказал, что обзор на этот велосипед я бы посмотрел. Потому что все остальное, вот эти Porsche, Электро-Канан-Дейл и Дартмур, оно, в принципе, мало кому интересно. Сейчас у нас титановый велосипед с коробкой Пиньон. Сейчас скромно в сервис заехал этот велосипед, который так вот я издалека смотрю, о, Рапид. Королевские пацаны, приветствую, а потом смотрю, что-то как-то вот здесь немножечко нестандартное, и сразу стало интересно, что это все нестандартное воплощение сильного полета инженерной мысли. Заключается он в следующем. В Королеве сварили раму, причем вот этот узел, куда крепится коробка Пиньон, в Королеве ребята делают сами, фрезеруют две пластины, сваривают две половинки, и к ним уже подваривают все оставшиеся трубы. Кстати, качество рам от того, что было много-много лет назад, довольно-таки сильно изменилось. Они сделали другие дропауты фрезерованные, слайдерные, которым закреплены фрезерованные дропауты алюминиевые, куда упирается колесо, и по слайдерам можно сделать натяжку ремня. Перья, естественно, разъемные, то есть вот этот дропаут он стоит из двух пластин и стягивается между собой. Чтобы все это жестко подварить, трубы перьев заканчиваются перпендикулярной трубой, и к ней уже подваривается титановая пластина. В целом, вот это исполнение рамы далеко ушло вперед от тех стандартах титановых рам, которые часто используются в туризме русскими ребятами, потому что Королев славится обычными простыми титановыми туристическими рамами. И это сделано на голову выше по техническим заморочкам по вот этим вот моментам и дропаутам. В итоге у нас титановая рама, куда снизу прикреплен второй замечательный элемент в этом велосипеде – это коробка Pinyon серия C1-12, 12 скоростей и на руле стоит вот такой вот переключатель. И те, кто ездил на Arolof, в принципе мало чем удивится, у него подходят два троса управления переключением. Переключаться можно вперед-назад насколько захотите, технически ничего не меняется, единственное, что нужно соблюсти, это прерывать вращение педали для того, чтобы не создавать нагрузку на шестерне коробки передач в момент переключения. Примерно все то же самое, что на автомобиле. Вы когда переключаетесь на автомобиле, вы нажимаете на сцепление, разрываете двигатель с колесами и дальше включаете ту передачу, которая вам нужна. Здесь нужно соблюсти примерно все то же самое. Основной фокус и цена всех коробок Pinyon заключается в очень точном изготовлении валов и шестерен. Именно на шестернях, на эвольвентах шестерен теряется основное КПД и чтобы сделать коробку передач нужно очень сильно постараться и вот те ребята, которые создали такую коробку, заморочились очень сильно, то есть каждая деталь коробки передач сделана высокоточно, то есть каждая деталь стоит денег и именно поэтому Pinyon стоит космос, именно поэтому никто позволить его себе не может купить отдельно коробку, еще пол беды нужно еще и раму, которая рассчитана на такой вот кареточный узел. Ну и далее. У нас наш Pinyon связан с колесом, ремнем Gates, шкивы и кстати отдельный выпуск по поводу подбора шкивов, а в нашем случае в нашем Pinyon у владельцев шестикратная емкость по переключению на 12 передачах, ну и соответственно тот скоростной режим, который вы хотите выбрать под конкретный Pinyon задается уже размером шкивов с нужным размером ремня. Все это собрано довольно таки качественно, в нашем случае 240 DT втулки, DT обода, сейчас мы все это собрали на бескамерку для того, чтобы все покрытики стали ровно и в принципе было меньше проблем с мелкими проколами. В целом велосипед еще оснащен интересными компонентами стиле вынос Thompson рулька CNC, спешовское седло, ручки Tektra с карбоновыми рычагами, ну чтобы не мерзли пальцы, потому что в нашем случае механические тормоза от компании Avid с подводом двух колодок левой и правой. Вот такое вот воплощение хорошего дорожного велосипеда с мягким плавным ходом на ремне, с шестикратной емкостью по переключению, да, это реально топ из топа среди дорожных велосипедов, которые в принципе можно найти на территории Москвы. Пишите комментарии, задавайте вопросы, я надеюсь, что владелец может быть за что-нибудь вам ответит по эксплуатации этого велосипеда, с вами был Серия с велосипедов Веллайн, до скорых встреч!